Инженерный центр пожарной робототехники ФР расширяет производство благодаря масштабному инвестиционному проекту. Помогают предприятию Фонд развития промышленности Республики. Подробности расскажем в рубрике «Новости экономики». Сегодня Инженерный центр пожарной робототехники ФР занимает лидирующее место в России и СНГ по разработке и производству пожарных роботов, лафетных стволов и комплексов. Эти умные огнеборцы стоят на страже самых разных объектов, в числе которых космодромы Восточный и Плесецк, аэропорты Внуково и Шереметьево, стадионы Лужники и Газпромарена, на предприятиях нефтегазовой промышленности и атомных электростанциях. Роботы способны самостоятельно обнаружить пожар и направить струю воды или пены на огонь. Сейчас предприятие заключило контракты на поставку техники на Калининскую АЭС и в Белоруссию, а также на заводы по переработке и перегонке газа в Амурской области. Налажены поставки в Китай и Италию. В год здесь изготавливают в среднем 100 различных роботов. 10 позиций основной нашей продуктовой линейки, которые постоянно находятся в производстве. Каждая позиция состоит из 10 деталей. Соответственно, умножаете, примерно 100 деталей различного номинования постоянно находятся в производстве. Несмотря на пандемию, заказов у предприятия меньше не становится. Наоборот, их стало больше. Станки переведены в круглосуточный режим работы. Чтобы получить такую заготовку, делается либо на двух станках, либо на одном с перестановкой. Вот, допустим, вот так это вставляется, допустим, в этот станок, СТ-30 называется программа. Получается, первая установка зажимается, обрабатывается вот здесь, вот здесь. С нескольких сторон канавки делаются. А на следующем станке, вот на том СТ-30, я вот продолжаю, переворачивается через разрезную втулку и получается вот такая деталь. Эти станки предприятие приобрело 10 лет назад. Они хорошо себе зарекомендовали, поэтому руководство приняло решение приобрести подобные, но уже нового поколения. Их стоимость – 250 тысяч долларов. Приобретать их будут в рамках крупного инвестпроекта. Мы подписали соглашение с Фондом развития промышленности Республики Карелия, которое предусматривает софинансирование затрат на привлечение оборудования. То есть 30% платим мы, а остальное нам дает Фонд развития промышленности под льготный кредит 3% годовых. Кроме того, сейчас на предприятии идет строительство сборочного комплекса. В новом здании будут производить окончательную сборку готовой продукции, наладку и испытания. Покупка новых станков и ввод в эксплуатацию сборочного корпуса позволит увеличить объемы выпуска продукции почти в два раза и создать 28 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. Новая разработка ФР Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова